Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шары. Я и мои коллеги готовы знакомить вас с событиями, которые произошли к этому часу. Приехали! Сегодня ночью Южный мост закроется на ремонт. Как теперь добираться до центра жителям Куйбышевского района и Новокуйбышевска? Нужен нам берег турецкий. В аэропорту Курумыч встретили первый рейс основного турецкого перевозчика. Идет охота на гусе, идет охота. В регионе стартовал весенний сезон. Вдохновил личным примером. В преддверии дня космонавтики со студентами аэрокосов встретился герой России космонавт Олег Кононенко. Они смотрят в будущее и строят двигатели лучших работников завода Кузнецов сегодня отметили государственными наградами. Сегодня ночью начинается капитальный ремонт Южного моста. Водителям нужно быть готовыми к тому, что уже в среду утром работать будут только две полосы, по одной в каждую сторону. Меняется и движение общественного транспорта. Так пассажирам придется проходить один участок моста в 750 метров на своих двоих. На какой срок затянется ремонт и как теперь добираться до центра жителям Куйбышевского района, расскажет Валерия Макарова. Уже этой ночью закроют половину Южного моста по всей длине. Здесь начинается капитальный ремонт, которого ждали много лет. Конечно нужен. А вы зимой ездили? Ну там дыры были. Он уже ветхий, его надо ремонтировать. Много очень дыр. Постоянно они возникают и образуются геоктридские погрессии. Поэтому его надо капитально ремонтировать. Будем ездить через Южный мост. Нам подходит. Ну, утром пораньше выезжать и все. Грузоподъемность моста на время ремонта уменьшится до 3,5 тонн. Поэтому движение грузового транспорта полностью ограничат. Для безопасности людей принято решение сделать схему движения с пешим переходом. Мера вынужденная, но только она позволит быстро завершить ремонт. Маршруты следующие из Куйбышевского района будут направляться вот сюда под мостовой переход. Здесь будут пассажиры выходить, подниматься по лестнице и проходить до ближайшей остановки общественного транспорта, который находится на улице Промышленности. Пешеходный маршрут займет 6-8 минут. Делать остановки под мостом будут автобус номер 63-66-215-26. Важно сохранять билеты. По ним пассажиры бесплатно смогут продолжить поездку с остановок на пересечении Авроры с улицы Промышленности. Кроме того, будут курсировать 7 дополнительных электричек. В мае планируется организовать и речную переправу. Автобусы по дачным маршрутам, которые шли через Южный мост, теперь будут отправляться с Хлебной площади. Оттуда же транспорт городским кладбищем. Интервал движения сохранится, а при необходимости на линию выйдут резервные машины. Сейчас территория под мостом, где будет останавливаться общественный транспорт, приводит в порядок. Завершается ямочный ремонт. Вывезли весь мусор, который зимние при накоплении. Осталось буквально, я думаю, до вечера. Мы это закончим. Нам останется поставить 6 урн. Во время капитального ремонта обновят дорожное полотно, тротуары, укрепят несущие конструкции и пролетные строения. Основной вид работ – это замена деформационных швов. По словам подрядчика, закончить ремонт планируют в три раза быстрее, чем предполагается проектом. Данный проект был разработан проектировщиками на 21 месяц срок производства работ. Мы намереваемся закончить все это где-то в октябре месяце, конец октября. За счет это круглосуточные работы и увеличенного количества техники и людского состава. Гарантия на обновленное дорожное покрытие – 5 лет, на конструкции объектов – 8 лет. Если в это время возникнут дефекты, подрядчик будет устранять их за свой счет. Валерия Макарова, Сергей Баскин, Константин Головин. События. Из Стамбула в Самару без пересадок. Официальный турецкий авиаперевозчик Turkish Airlines открывает регулярные рейсы. Прежде у Самары не было регулярного авиасообщения с Турцией. Летали чартерные рейсы, попасть на которые можно было только через туроператора. Первых пассажиров прямого рейса встретила Марина Матвейшина. В аэропорту Курумыч встречают первых пассажиров регулярного рейса из Стамбула в Самару. И по авиационной традиции воздушные судна встречают водной аркой. Это такой аналог салюта, потому что в аэропорту ни шариков, ни салюта, естественно, не предусмотрено. Четыре часа в полете и Боинг 737-800 на Самарской земле. Самолет может вмещать в себя до 180 пассажиров. Сейчас этот рейс дневной, но в будущем вылеты будут по ночам три раза в неделю. Самара стала первым городом в ПФО и десятом в России, куда одна из крупнейших авиакомпаний Европы, Turkish Airlines, открывает регулярные рейсы после восстановления дружеских отношений между Россией и Турецкой республикой. С открытием международных авиарейсов из Турции возникает возможность не только путешествовать для жителей Самарского региона, но также возникает возможность приглашать наших турецких партнеров на территорию Самарского региона с туристическими и деловыми целями. Аэропорт Стамбула входит в тройку европейских по количеству пассажиров. Это аэропорт Хаб. Он используется как пункт пересадки и имеет высокий процент стыковочных рейсов. Жители Самарской области получают возможность летать из Стамбула по всему миру. И мы открываем для самарцев не только Стамбул, но и весь мир. И Самара открывается для всего мира. Жители всех стран из Стамбула могут совершать полеты в этот город. Турецкое направление всегда было популярным среди самарцев и в прошлые годы пассажиропоток был довольно высок. Теперь он обещает только увеличиваться, говорят специалисты. Уже сегодня в обратный рейс отправляются десятки пассажиров. Преимущество однозначно есть, что нет пересадки в каких других городах. Не приходится ждать рейса следующего. Я считаю, что это очень достойный рейс. Это уже не единственный прямой рейс в направлении Самара-Стамбул. Напомним, две недели назад регулярный рейс открыл турецкий лоукостер. В планах еще один перевозчик Pegas Flight. Вылеты в Стамбул могут стать практически ежедневными. Марина Матвеевична, Максим Гусев, События. День космонавтики уже на подходе. В ракетно-космическом центре «Прогресс» к грядущему празднику приурочили заседание научно-технического совета. Подвели итоги работы за прошлый год и наметили будущие проекты. Предприятие славно своей историей. Здесь изготовили две ступени гагаринской ракеты. И сегодня все космонавты летают на Самарских союзах. О настоящем и будущем легендарного предприятия. Репортаж Валерии Макаровой. День космонавтики для работников завода «Прогресс» всегда начинается у проходной конструкторского бюро. Здесь установлена мемориальная табличка в память о бессменном руководителе ЦСКБ Дмитрия Ильича Козлове. Это он по заданию Королева налаживал в Куйбышеве серийный выпуск космических ракет. Впервые в стране. Для меня дороже праздника нет. Человечество настолько опередило в 61-м году развитие свое, что мы сейчас только понимаем, что было такое 12 апреля 61-го года. РКЦ «Прогресс» запустил более 1800 ракет-носителей и почти тысячу спутников с четырех космодромов мира. Всех космонавтов на МКС доставляют самарские ракеты «Союз». Ни одно предприятие мира не может похвастаться такими достижениями. «Союз-2.1А» и «Союз-2.1Б» на сегодня мы ожидаем постановления правительства о сдаче в штатную эксплуатацию, серийную так называемую. «Союз-2.1В» проходит летную квалификацию. В этом году мы ожидаем до двух пусков «Союза-2.1В». Работников предприятия с профессиональным праздником поздравили представителей власти. Благодаря РКЦ «Прогресс» Самара стала космической столицей России и мы все гордимся этим почетным статусом. Ракетно-космический центр «Прогресс» — это символ нашего города, его слава. С РКЦ связаны перспективы развития Самары, его особая роль в развитии страны. «Самара росла и развивалась именно с мечтой о космосе. Осенью прошлого года мы отметили 75 лет работы «Прогресса» на нашей самарской земле. И все эти годы коллектив остается единой командой». Лучшим работникам РКЦ «Прогресс» вручили благодарственные письма и знаки отличия за профессионализм и добросовестный труд. Валерия Макарова, Константин Головин. События. Самые крупные и мощные самолеты военной авиации летают благодаря самарским двигателям. На заводе «Кузнецов» сегодня поздравляли с наступающим днем авиации и космонавтики тех, кто участвовал в создании двигателя для стратегических ракетоносцев. Концерты церемонии награждения проходили прямо в испытательном зале. Что нужно для успешного освоения неба и космоса, выясняла Олеся Корецкая. Двойной праздник. День авиации и космонавтики и успешное завершение испытаний двигателя для военных самолетов. На заводе «Кузнецов» чествуют лучших моторостроителей. Среди них Александр Гладков. Его стаж больше 50 лет. Работал с самим Николаем Дмитриевичем Кузнецовым. А сегодня получает благодарность от губернатора за разработку стратегического двигателя для ракетоносца Ту-160. Сложно было, конечно. Мое подразделение работало в три смены. Мы испытывали детали этого двигателя, лопатки и так далее. Ну, справились с задачей, все вовремя сделали. Праздничные концерты награждения проходят прямо в испытательном павильоне. Сплоченность коллектива – залог успешной работы таких стратегических предприятий, отмечает директор завода. 11 тысяч деталей нужно собрать воедино. Да, что все детали работали слаженно, не мешают друг другу, помогают друг другу работать. И эта задача такая, что без понимания друг друга, без взаимовыручки, поддержки, это невозможно сделать нормально. Поэтому это задача номер один, чтобы коллектив стал коллективом. Это действительно гордость нашей Самарской области, гордость нашей Самары. Те предприятия, которые работают в отрасли, они создают основу в нашей промышленности Самарской области и России в целом. Моторостроителей с праздником поздравляет и самарский летчик-космонавт Олег Кононенко. Он не понаслышке знаком с самыми передовыми разработками авиационной и космической промышленности. Сейчас вся мировая космонавтика задается вопросом, куда и зачем. Не исключение, мы тоже думаем, куда и зачем. Но я думаю, что у меня такое ощущение, что мы стоим перед каким-то большим технологическим прорывом. Олег Медведевич, а вы куда сами хотите? На Марс. Как минимум. Просто интересно. Интерес к космосу, разработке ракет и двигателей растет. Работать на завод приходит много молодежи. Активная поддержка финансовая и научная поступает и со стороны федерального правительства. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов, События. Свою космическую историю в прошлом выпускника Аэрокоса, а ныне герой России, космонавт Олег Кононенко, рассказал студентам Объединенного Самарского университета. Каким будет развитие МКС, когда мы полетим на Марс, и какие традиции соблюдают пилоты. Имея огромный опыт за плечами, Олег Дмитриевич не останавливается на достигнутом и мечтает принять участие в строительстве объектов на другой планете. Как справляться с внештатными ситуациями, разгерметизацией и поломками в условиях невесомости? Вопросы студентов сыпались один за другим. Один из самых животрепещущих, что самое главное для космического летчика. И здесь ответ героя очевиден. Вернуться живым на Землю. Когда я первый раз попал в экипаж и приехал на Байконур в качестве дублера, и со стороны смотрел на те традиции, которые соблюдает основной экипаж, здесь нужно встать, тут сфотографироваться, тут расписаться. Я думал, что я в 21 веке как-то, наверное, отнесусь к этим, ну скажем так, традициям с меньшим пониманием. И, наверное, когда я буду в основном экипаже, я это делать, скорее всего, не буду. Когда я встал в основном экипаже, и пройдя и первую тренировку на корабле, вторую тренировку на корабле с ракетой, я подумал, что ничего плохого в этих традициях нет. Я могу здесь постоять, тут расписаться, тут сфотографироваться, ведь люди вернулись живыми и здоровыми. Поэтому все космонавты соблюдают все традиции, которые выполняются перед стартом. Самарская область снова лидирует в Приволжском федеральном округе по темпам строительства жилья. Сколько квадратных метров введено за несколько месяцев этого года, знает наш экономический обозреватель Лариса Шалафаст. Здравствуйте! Нефть сегодня стремительно теряет в цене. За один баррель дает 55 долларов 70 центов. Валюта тоже дешевеет. Курс на 12 апреля. Доллар 56 рублей 95 копеек, евро 60 рублей 30 копеек. Золото стоит 2313 рублей, серебро 33 рубля 10 копеек за грамм. В самарских банках сегодня дешевле всего. Доллар можно было купить за 57 рублей 10 копеек, дороже всего продать за 56 рублей 80 копеек. Международные организации труда спрогнозировали рост зарплат россиян примерно на 3% уже в следующем году. Правда, у каких именно россиян не уточнили. С начала года авиаперевозки в стране выросли на 19%. Крупнейшие авиакомпании перевезли 20 миллионов человек. А Самарская область снова лидер в Приворском федеральном округе по темпам строительства жилья. За два месяца этого года введено в эксплуатацию 234 тысячи квадратных метров. Это на 180% больше, чем в это же время в прошлом году. На этом все. Удачи в делах! В Самарской области в результате паводка подтоплены 4 низководных моста и 32 приусадебных участка, зарегистрировав Донзин случай проседания дорожного полотна, сообщает Главное управление МЧС России по Самарской области. Сейчас в южных районах области пик подтопления. В социальных сетях появилось видео потопов в Красноармейском районе. Со слов очевидцев, его снявших в одном из дворов утонула собака, сидевшая на цепи. Северные районы под угрозой окажутся в начале следующей недели. В связи со сложившейся обстановкой Главное управление переведено в режим повышенной готовности. Контролем за паводковой ситуацией занимаются 9 оперативных групп. В населенном пункте Яблоневая-Враг развернута аэромобильная группировка Волжского спасательного центра МЧС России в количестве 55 человек и 13 единиц техники. На сегодняшний момент ситуация находится под контролем. Мы готовы к реагированию. Подразделения заблаговременно выдвинулись в предполагаемый район, прогнозируемый район подтопления. В случае начала подтопления начнется немедленная эвакуация населения и оказание помощи. Гость пришел из Саратова. Добытчики диких птиц затаились в укрытиях. В Самаре проходит сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь. В этом году разрешение получили более 10 тысяч человек. Этот сезон короткий, всего 10 дней. Будет ли у самарских охотников возможность поохотиться чуть дольше, узнавала Олеся Корецкая. Летят утки, а также селезни, тетеревы, вальчныпы и гуси. Сезон охоты на водоплавающую и боровую дичь открылся. Машины с трудом прошли по бездорожью, но бывалые охотники без добычи не остались. Погода позволила сформировать достаточно обильные снежницы, то есть скопление павловских вод на грееве и местности в этих южных районах. Гусь из Саратова пришел, хотя это уже не основная часть пролета, но тем не менее настоящие охотники поохотиться смогли. Самарский регион – это граница лесной и лесостепной зон. Пока в одной части вовсю тает снег, в другой еще лежат сугробы, что осложняет охоту. В этом году областной департамент охоты и рыболовства выступил с инициативой добавить еще один охотничий период весной. Сейчас предложения рассматривают в Федеральном министерстве природы. В этом году разрешение поохотиться на диких птиц получили больше 10 тысяч человек. За охотниками следят вместе с Росгвардией, на земле и с воздуха. В прошлом году поймали почти 700 нарушителей без разрешения на охоту или оружие. В 2016 году нарушений было скрыто меньше, поскольку охотники у нас все-таки народ дисциплинирует из года в год. И предпочитают взять разрешение на охоту, чем попадаться и получать за это протокол. Незаконная добыча охоты с нарушениями карается штрафом от 500 до 4000 рублей. Следующий сезон откроется 1 июня. Под прицелом будет самый желанный для самарцев трофей – кабан. Олеся Корецкая, Дмитрий Мешканцов, События. Далее коротко о других событиях дня. Спасатели около двух километров несли на носилках рыбака, получившего травму ноги. ЧП случилось на реке Уса, рядом с селом Губино. 74-летний мужчина не смог самостоятельно передвигаться. К нему на помощь приехали четыре спасателя поисково-спасательного отряда Сызрани. Они и передали рыбака медикам. Безработный житель Самарской области задержан за попытку продать незарегистрированный охотничий обрез. Полицейским он заявил, что оружие нашел. Оперативники встретились с мужчиной под видом покупателей и задержали во время сделки. Он пытался сбыть обрез одноствольного куркового гладкоствольного охотничьего ружья ИШ-18 16-го калибра, а также пять патронов к нему. Возбуждено уголовное дело. Горе-продавцу грозит лишение свободы до четырех лет. Чтобы отправить ребенка на отдых, необходимо зарегистрироваться на портале Госуслуг. В этом году меняется порядок бронирования путевок в летние лагеря. Чтобы пройти регистрацию на портале Госуслуги, можно либо обратиться в Центр обслуживания, либо непосредственно зайти на сайт. Забронировать путевки в одном из 33 лагерей Самарской области можно будет в течение трех дней – 21, 22 и 24 апреля. Подготовку к предстоящему субботнику, который состоится 15 апреля, обсудили на еженедельном совещании в Самарском департаменте городского хозяйства и экологии. Сейчас уже треть города приведена в порядок. К борьбе за чистоту присоединяются и активные горожане. Но пока показатели прошлого года не побиты. Для всех желающих навести порядок в своем дворе, а также в парках и скверах районной администрации готовы предоставить необходимый инвентарь. Руководитель департамента Вячеслав Коновалов поручил управляющим компаниям и районам активнее привлекать общественность к уборке города. Задачи и главой города, и губернатором поставлены однозначно – привлечь максимальное количество людей. Будьте готовы, что у вас сегодня, завтра, четверг, еще подготовительный день проведения субботника. Он должен быть отработан на совершенно другом уровне. Наводить порядок коллективам в 100 человек и быстрее, и веселее. Активисты программы «Чистый город», не боясь пыли и грязи, убрали сквер на пересечении Мичурина и Московского шоссе, который в будущем будет носить название «Молодежный». По задорную музыку и работа спорятся. В этом убедилась Марианна Мирная. Чистота начинается с самого себя. Сотня студентов Самары закатала рукава и вышла на уборку города. Ленинский район для них родной. Здесь они живут, учатся и готовы прикладывать усилия, чтобы помочь городу преобразиться. Чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят. Если мы будем продвигать эту инициативу в молодежи, так сказать, в массы, то, я думаю, мусора станет меньше. На самом деле, мне очень приятно здесь находиться. Я пришелся со своими одногруппниками убираться под музыку, попить чай элементарный и навести порядок в центре города. Да и к тому же в этом районе я живу, поэтому мне будет тоже очень приятно. Сквер на пересечении Мичурина и Московского шоссе никогда не был особенно популярным, скорее проходным. Теперь же ему дадут название «Молодежный». Именно поэтому студенты с таким энтузиазмом вызвались привести в порядок место своего будущего отдыха и даже планируют обустроить его по-новому. Я думаю, это некая фотовыставка, необычная, с некоторыми использованием технологий, не могу пока сказать каких. Это, например, к примеру, может быть использование теплых лавок. Своими силами, по своей инициативе они посчитали, что им это интересно, это нужно, нужно привлекать как можно больше людей к субботнику, к благоустройству города, а начинать, естественно, нужно с себя. Программа «Чистый город» работает в Самаре с 2013 года. За это время число парков и скверов, где наводят чистоту студенты вузов и колледжей, выросло в два раза. Сейчас их 15. Идея акции такова, что молодежь приводит в порядок такие объекты, социокультурные объекты в городе, парки, скверы, аллеи, площади, где они потом летом отдыхают, гуляют, играют в футбол, занимаются другими видами спорта, катаются на роликах, на велосипедах. И тем самым они вносят свой вклад в благоустройство территории города. В этом сквере два года назад установили табличку в честь 70-летия Великой Победы. И активисты программы «Чистый город» обещают, что аллею памяти будут поддерживать в чистоте не только во время субботников, но и на протяжении всего года. Для того, чтобы навести в собственном городе порядок, нужно всего лишь четыре компонента. Три из них, три у чистоты, находятся у меня в руках. Это лопата, грабли и метелка. А четвертое – это хорошее настроение и желание привести город в порядок и сделать его еще более прекрасным и красивым. Марьяна Мирная, Артем Сулайманов, События. В Самаре презентовали книгу Алексея Солоницына «Самарское знамя». Она посвящена истории создания первого боевого знамени болгарской армии. Полотно, вышитое монахинями Иверского женского монастыря, было подарено болгарским ополченцам во время русско-турецкой войны. Самарское знамя – единственное полотнище, награжденное орденом за храбрость Республики Болгария. В прошлом году легендарному символу российско-болгарской дружбы исполнилось 140 лет. Тираж книги об истории знамени – полторы тысячи экземпляров. Почти весь он будет подарен школьным библиотекам Самары. А Роман родился из чувства любви к моему городу. И когда я думал о том, что в городе-то самое главное, самое значительное и самое великое, то я пришел к выводу, что выше этого знамени ничего нет у нас. Эмоции и борьба ничуть не хуже, чем во взрослом хоккее. В Самаре в 10-й раз прошел Кубок Третьяка среди юношей 2006 года рождения. О будущем российского хоккея в новостях спорта расскажет Андрей Горгуленко. Здравствуйте! С вами Андрей Горгуленко. Вы смотрите «Самарские новости спорта». В финале Самарского Кубка Третьяка среди юношей 2006 года рождения сражались Салват Юлаев из Уфы и Ижевская Ишсталь. Башкирские хоккеисты с первых минут завладели игровым преимуществом и сумели преобразовать его в две заброшенные шайбы. Сверстники из Ижевска после такого удара в игру вернулись 2-2. Но повторить такой трюк еще раз при счете 2-4 у Ишстали, для которой это был второй большой турнир за месяц, просто не хватило сил. Сравняли, да, сравняли. В такой тяжелой игре 0-2 проигрывали, сравняли вроде, выпустили первое звено и тут же буквально череда ошибок. Получили третий гол, тут же четвертый и уже психологически тяжело было. В третьем периоде юлаевцы, как опытные мастера, довели дело до победы 5-3 и подняли над своей головой заветный кубок. Игра была напряженная. Ну, наши настроились, тем более первую игру мы им по булитам уступили. Все-таки хотели и реванш взять, и ребят, поэтому они сами даже уже настраивались к этому, готовились. Когда такой престижный турнир выигрываешь, всегда эмоции положить. Серебро 10-го юбилейного турнира уехало с ижевскими игроками, а бронзу завоевал дизель из Пензы. Это одно из самых важных мероприятий, которые проводит Департамент физической культуры и спорта. Прежде всего, оно связано с именем легендарного хихиста Владислава Третьяка. И когда он приезжает в наш город, это главный праздник спорта в нашем городе. Несмотря на то, что Ледовый дворец закрывается на реконструкцию, организаторы обещают, что Кубок Третьяка обязательно сохранит самарскую прописку. Это все новости к этому часу. Больших побед вам! Удачи! Это все новости на сегодня. Мы рады вам сообщить, что у нас уже более 12 миллионов просмотров на Ютьюбе. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Всего вам доброго и удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!